О, НО! Надо смотреть на календарь, потому что, как говорит пословица, береги сани с молоду, береги, готовь честь летом, как там было? А, береги честь зимой, а сани с летом или молоду. Сейчас вспомню. Береги сани, да какие? Готовь сани летом, а честь с молоду. Вот так там было, друзья. Итак, нам понадобится одна бумажка. Точнее, не так, некрасиво начал, надо красиво. Возьмем один лист формата А4. Другое дело. И возьмем калийную селитру. Ну, конечно, не ее саму, а насыщенный ее раствор. Окунем туда кисточку. И вот этим перенасыщенным раствором калийной селитры мы нарисуем на бумаге, что правильно, снежинку. Смотрите, как аккуратно в стороны расходятся лучики нашей снежинки. Раньше, во времена, когда люди воевали на кораблях, пушечки там разные стояли, знаете, там у них ядрышки туда впихивали, стреляли в разные стороны. Вот они использовали эту селитру для того, чтобы запалы делать в этих пушках. А мы сейчас в мирных целях ее используем, чтобы делать новогоднюю открытку. В снежинке, как вы знаете, кристаллики льда начинают формироваться прямо в воздухе. А так как это кристаллики, то они, как вы понимаете, должны что? Правильно. Они должны быть симметричны. И это я и отобразил в своем рисунке, который назвал «Снежинка, снежинка, какая же ты красивая». Вот какая получилась очаровательная снежинка новогодняя. Но это еще не все. Снежинка будет сюрпризом, поэтому мы аккуратно высушим бумагу с помощью нашего любимого промышленного фена. Не работает? Испортился. А, нет. Это просто я не ту кнопку нажал. Итак, друзья, сушим аккуратно нашу бумагу, на которую мы только что нанесли уже знакомую вам с начала нашей рубрики калийную селитру. Точнее, не ее саму, а ее раствор. Насыщенный. Это важно. Параллельно с высушиванием бумаги разберем физический эффект. Он называется «фластер». Вот сейчас видите, да, струя воздуха, которая проходит под бумагой, вызывает вибрацию бумаги. Это самый опасный режим, который может возникнуть в авиации. В случае, если вдруг какой-то кусок крыла начнет отрываться, вот так вот начинает себя вести алюминий в виде оторванного куска крыла. И фантастически сильно начинает тормозить самолет. И самолет вот из этого «фластера» может упасть. Я аж даже забыл, о чем я начал говорить. Так интересно мне было рассказывать вам про фластер. А за это время бумажка-то и высохла. Смотрите, какая красивая бумага. В современном искусстве это называется слегка состаренная. Она прекрасно пахнет селитрой. Это раз. Во-вторых, на ней можно еще написать «Поздравляю дорогих Ивановых, Петровых или Сидоровых с Новым годом». А в центре нужно поставить маленький крестик и написать «Если хотите увидеть чудо, прикоснитесь к этому крестику угольком из новогоднего камина». В качестве уголька из новогоднего камина у меня сегодня будет обыкновенная палочка деревянная. Обыкновенная палочка деревянная готова. Аккуратно прикасаемся этой палочкой к центру нашей композиции. И начинается праздник, друзья! Смотрите, как красиво начинает формироваться наша с вами снежинка. Правда, она черная получается. Но это тоже некий ход. То есть у всех снежинки белые, а у нас сегодня снежинка черная. И в процессе вот этого праздника, который вы видите сейчас, люди могут прочитать ваши слова, ваши пожелания, которые вы... Хотя здесь есть смысл писать пожелания. Здесь, кстати, да, друзья, здесь нужно написать обязательно пожелание. При пожаре звонить 01. Самое главное пожелание, которое здесь может оказаться на такой открытке. Красиво, да? Замечательно. И еще одно маленькое добавление. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не повторяйте этого дома. И теперь, на основе этой замечательной, как я уже говорил, калийной селитры делают бигфордовые шнуры. Вот он один такой, сделанный нашим известным мастером бигфордовых шнуров Алексеем Иванченко. Вот он три дня не спал, гонялся за овцой, выщипал из нее практически все, свил вот такую вот веревочку, а потом за несколько минут буквально пропитал ее вот этой вот селитрой насыщенной. Поджигаем краешек этого бигфордного шнура, и вот все тебе, пожалуйста, он горит, и уже никакими силами его не потушить. Да. Динамит написал нам Алексей. Леш, я надеюсь, это у тебя пластилин? Леш! А Леша где-нибудь есть в студии? Что-то тут написал. Не поджигать в помещ... Е-мать, терьмо. А есть ведро какое-то затушить можно здесь? Не потушить же. Слушайте, она не тушится, реально, а? Вот зараза, это господи боже. Дорогие друзья, если вдруг что-то случится, вы знаете, что я ни при чем. Я спасал, как мог, нашу студию и самого себя, и нашу программу, потому что... на чем мы останавливались? А, праздник, Новый год скоро. Так вот, друзья, в Новый год лучше сделайте таз оливье и спокойно отпразднуйте. И не нужно вам вот это вот китайская пиротехника. А с Алешей мы поговорим после того, как я приду в себя и помою руки.